всех приветствую на своем канале так у нас вроде дождик закончился сегодня 8 июля и маленько кашу травы ну вот волки видно не особо прибавилось но здесь не ровно было как бы он вас кого-то скосил но так косят нормально так чего вылез ешка наша коси сейчас пропуске у меня стали пропуске подожрать надо пластина но он где-то вот здесь пропуск чуть на 14 на 17 а я почему-то думал что на 14 сейчас маленько нож прижму и поедем так косит она так вам сказать ешка косит столько сколько не вот здесь нож подожжал так это специально такие поставил почти все они дороговасты осталось две пластины 3 пластины так вот сейчас 6 прокосов 10 не знаю здесь скучно гектара 34 боюсь больше косить хотел сейчас это все наши закатать вроде передают неделю без дождей она плюс 17 19 вот такая вот значит ночью будет туман ни хрена на ней подсохнет сыра будет знаю и косить надо значит там за месяц я не успею три поле еще спросить с если только весь месяц жара будет и никакого дождей не будет туда на успею скосить цветок сделал бардачок еще вверх не сделал хочу зашить сделать панель так ладно поехали ну вон травы вообще нет то есть по волкам вот вот волки вот такие вот сейчас не знаю косить ли это поле или даже не тратить солярку всех приветствую на самом канале так но сейчас поговорим про сена такие волки грибу теперь уж по-настоящему начался накос сегодня 13 июня как бы у нас до 20 5 до 26 по моему погода стоит вот решил скосить скосил красивый рак сам налаживал вовсе метр шестьдесят пять на т25 все нормально косит вот так вот низко он косит и вот столько сена у нас в этом году хочу хочу сказать находимся калининский район тверская область погода стоит но травы нету то есть за май было два дождика и оба которые тут просто помросили очень очень мало сена много этого одуванчика за этот останется ли он в рулоне не останется но проблем в общем ни хрена нету не знаю сколько с этого поля больше 250 на 1 рулонов брала сейчас может быть если сотню возьму то будет хорошо это по сенажу сужу потому что это у меня было 13 15 одного пролета сейчас двух пролетов 20 рулонов за кота ну в общем хреново чего будет дальше посмотрим но погода стоит и упускать блин просто не вижу смысла хотя бы 100 рулонов закатаю то уже будет какой-то запас на на зиму так что по трактору снаешь трактор но это моем ты духа кун ковшик не отцепил еще блин нет у меня помощника ну наверно завтра послезавтра отцеплю грабли все хотел сказать по граблям эти грабли у меня уже блин это на 1 8 не меньше это турецкие грабли колесно-пальцевые солнышки вот так вот уже все шелестит все иду к табличке посмотреть какого они года пятнадцатого года до 8 лет они у меня 8 лет они себя отбили в первый год грабли хорошие очень хорошие мне нравится не знаю кому как в чем плюсы их никакой заморочки него мы ничего не надо любой трактор их тянет любой трактор то есть гребет ими спокойно по ремонту единственная сварка но и спицы уже говорил что в комментариях писали гвр хороший ну мне не нравится кому хороший кому нехорошие это дело каждого то есть в чем плюс я говорю ну варить мы до варили отламывали этот но это все от многие поломки зависели от тракториста то есть по незнанию по это да и по металлу он варено вон отломили все заварили здесь палец новый ставили полностью заварили не буду говорить про другие вот турецкие и белгородские 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 такие голубенькие не знаю буду найду кому надо я скажу как они называются м агрыми торгуют какие-то там три буквы g ну кто знает в комментариях напишет у пальцы от них беру на турецкие сюда они спокойно подходят и все по вот как вы выносились даже спицы по моему 40 или 60 рублей 1 я покупал в также в белгороде в м агро покупал без проблем все вот что происходит сломает над ломает это уже от времени они то есть на понапруга проходит а их просто от напряжения ломает и все ну заменить его посмотри по сравнению с говорка гвр граблями это вообще фигня фигня вот тарелки ломала ну ставили шайбы приваривали и дальше хреначи тарелка по моему 200 или 300 рублей я заказывал также в м агро но это все копеечные по сравнению с гвр с поломками там вал один блять что там трешник пятерка в общем у меня человек который заготавливает сено в районе там 100 гектар он их перебирает до сезона и в конце сезона то есть два раза за сезона коми перебирает и там десяткой не обходится больше гораздо денег тратится я на них наверно всего народа максимум пост потратил тысяч семь или восемь за эти восемь лет что в том году я хотев просто отцепить и уже все поставить разобрать и издать в чермет нет подобрали сейчас вот еще спицы поменяю и буду этот сезон крупе крутить у меня есть белгородский два крыла этих до 6 метров и но я сделаю одно ни два крыла не надо под ешку один про двухметровый прокос повернуть в одну сторону мне одного крыла хватает там с них сделала так цена их там я их брал по моему за 15000 что ли сейчас ну тридцатник но может 40 но это не сопоставимо с гвр цены то есть купил и забыл и греби и греби да может производительность гвр больше но здесь хватает и сена они не бьют до жаловались мне что пыль на ватой сена мне лучше пускай пыль на ватая будет но все листочки цветочки все оставшие чем гвр чуть пересушил шлепнула все отбила и одну одни палки собрал закатал этот в пр.ф. еще пр.ф. все перемолотил там и начинаешь раздавать это сено все сыпется одни палки получается ну ладно все это лирика так что как то вот так вот кому чего интересно пишите в комментариях что можете добавить у кого такие грабли кто с ними работает она попер я наверное еще молку 56 делаю да поеду за пресс и все и и все и сенаж, не знаю, я думаю, что уже надоел всем с этим, сенажом, ну, что есть, периодичность каждый год, так, в этом году у нас в Калининском районе, в Некасове, пролыло очень мало, засуха, дождей не было, 1-2 хитов поморосили, так что, что есть, приходится косить вирексом, я в прошлом году в это время уже здесь ешкой косил, и на сенаж, и было что, а сейчас вирексом и нету ни хрена. То есть, ешка и вирекс, если права не очень большая, это там разница где-то 10-20%, то есть вирекс намного ниже косит, и больше процент выхода, но что есть, то есть, вот показываю, ну, может, 5 см, 10, максимум 10, ну, где-то побольше есть, но это процентов 15-20, где побольше трава, и все. Ну, вот, погоды нету, приходится мотать сена, сена, кстати, тоже нету, так что, год будет веселым, ну, и продолжение, там покажу, когда будем мотать, загрузить, мотать, так вот так вот, вчера я ездил, он же косил, все этим утром ну, как-то, ну, посмотрим.